Космический спутник Земли Космическая эра Первенец советской космонавтики И один из современных спутников Между ними целая эпоха в освоении космоса Современные спутники, оснащенные приборами-автоматами Это настоящие летающие лаборатории Которые способны длительное время находиться в космосе И выполнять большую программу научных исследований Какие цели преследует посылка автоматических аппаратов в космос? Прежде всего это автоматы научные разведчики Они расширяют горизонт наших познаний о ближнем и дальнем космосе Первыми сообщают научные данные о ближайших к нам планетах Прокладывают дорогу в космос человеку С каждым годом возрастает народно-хозяйственное значение искусственных спутников Земли С такой высоты, на которую поднимается спутник Земли По-иному смотрится наша планета На материках можно видеть следы геологической истории Открывать зоны, перспективные для разведки полезных ископаемых Ученых давно интересуют процессы, происходящие на Солнце Определяющие многие физические, химические и биологические явления на Земле Часто на Солнце происходят грандиозные вспышки Которые посылают на Землю особенно мощное излучение Они возмущают магнитное поле Земли Нарушают радиосвязь И, возможно, становятся причиной стихийных бедствий Земная атмосфера поглощает часть излучения Искусственные спутники подняли астрономические приборы за пределы земной атмосферы И позволили более полно изучать активность Солнца Спутники-автоматы обозревают громадные пространства Земли И оказывают неоценимую услугу метеорологии Они постоянно патрулируют в околоземном пространстве Фиксируют и передают все, что происходит в воздушной оболочке Земли В полете спутник ориентируется таким образом, чтобы все его приборы были направлены на обозреваемый участок Земли Изображение с помощью радиосистемы принимает станция слежения Здесь оно переводится с телевизионного канала на кинопленку А затем с помощью специального прибора совмещается с географической картой Так, шаг за шагом, вырисовывается метеорологическая обстановка Составляются карты погоды, а по ним прогнозы С помощью искусственных спутников Земли Радио и телевидение в наше время стали глобальными средствами связи У нас в стране действует система связи орбита Спутники типа молния выводятся на сильно вытянутую эллиптическую орбиту С апогеем до 40 тысяч километров Это позволяет держать одновременно в зоне радиовидимости громадные территории Так космический мост связывает крайние точки нашей страны Осуществляются телевизионные передачи из Москвы на Дальний Восток и обратно Те же самые спутники используются для телефонной и телеграфной связи А это значит, что космос входит в наш быт Велика роль автоматических аппаратов в исследованиях Луны В 1959 году в сторону нашего естественного спутника Отправилась автоматическая станция Луна-1 Луна-2 доставила на лунную поверхность вымпел с гербом Советского Союза Луна-3 сфотографировала невидимую сторону Луны То, что веками было загадкой, вдруг предстало перед взором людей Кратерам, хребтам и лунным морям были присвоены названия Вскоре ученые уже могли составить лунную карту и лунный глобус Когда была решена проблема мягкой посадки Появилась возможность увидеть лунную поверхность с близкого расстояния На станции Луна-9 работала телевизионная камера Вот подлинная панорама лунного ландшафта Одна за другой автоматические станции решали все более сложные задачи С их помощью за 10 лет ученые получили научной информации больше, чем за предшествующие сотни лет изучения Луны с Земли Следующий этап Посадка аппарата на Луну и возвращение на Землю Станция Луна-16, которую назвали автоматом-геологом, должна доставить на Землю пробы лунного грунта Луна-16 имела собственную ракету возврата Оборудование для взятия грунта И возвращаемый аппарат Сначала станция выводится на околоземную орбиту Отсюда направление к Луне Вот она попадает в зону лунного притяжения и становится ее спутником Для посадки требуется изменить скорость Включается двигательная установка Сначала станции переходят с одной орбиты на другую Включается тормозной двигатель Станция мягко опускается на лунную поверхность В действие вступает грунтозаборное устройство Инструмент-автомат безотказно работает в условиях вакуума Лунный грунт взят и надежно запрятан в капсулу отделяемого отсека Включается двигатель ракеты возврата Впервые ракета послушная воле автоматики Стартует с Луны Траекторию рассчитали таким образом Чтобы станция попала в зону земного притяжения При подлете к земле отделился отсек с пробы грунта Он вошел в плотные слои атмосферы Приземление в точно заданном районе недалеко от Караганды На звуки позывных спешит поисковая группа Исследование частиц лунного грунта Дало возможность уточнить его химический состав и физические свойства Лунный грунт подобен базальтовым породам Земли Тем временем готовился новый эксперимент Конструкторы разрабатывали проект необычного инопланетного транспорта Речь шла о луноходе Как он должен передвигаться по Луне На гусеничном или колесном ходу В условиях сыпучих песков А значит и рыхлого грунта Луны Гусеницы ненадежны Решили попробовать колесный вариант Изготовили шасси У которого все восемь колес ведущие Это позволяет луноходу быть маневренным Преодолевать различного рода препятствия Специально созданные во время испытаний В каждом колесе свой электродвигатель Но вот вопрос Откуда брать электричество? Единственный надежный источник энергии в космосе Солнце Оно посылает ее в виде солнечных лучей Полупроводниковый фотоэлемент Преобразует лучистую энергию Солнца В электрическую Из таких фотоэлементов И состоит солнечная батарея лунохода Последние приготовления Последняя проверка всех систем лунного путешественника Выбрано место посадки Море дождей И вот луноход доставлен на Луну Первое вперед Есть первое вперед Первые шаги автоматического самоходного аппарата Далеко не просто управлять луноходом Когда его экипаж находится на расстоянии сотен тысяч километров от самой машины Дело в том, что требуется 2,6 секунды Чтобы радиосигналы, посланные луноходом Долетели до Земли А затем в виде команды вернулись обратно К тому же водителю надо оценить обстановку В итоге запаздывание исполнительного механизма Все это было учтено при управлении луноходом Уголковый отражатель, созданный французскими учеными Позволил провести лазерную локацию Луны По времени прохождения луча лазера С высокой точностью было измерено расстояние от Земли до Луны С помощью лунохода исследован рельеф лунной поверхности и грунт На площади в миллион квадратных метров Получены данные о радиационной обстановке на Луне Почти год работала на Луне лаборатория на колесах Так выглядит след, оставленный луноходом на лунной поверхности След человеческого разума, его дерзаний Следующий этап — разгадка тайн Венеры Еще Михаил Васильевич Ломоносов заметил, что когда Венера Находится между Землей и Солнцем Диск ее окружает необычное свечение Он предположил наличие атмосферы Но венерианская атмосфера такова, что ни в какой телескоп Не удается заглянуть под ее покров, чтобы увидеть поверхность планеты Вот почему так много ожидали от автоматических аппаратов Планета Венера поставила перед учеными, конструкторами, инженерами Новые, еще более сложные задачи Использованы особые сплавы и материалы для создания спускаемого аппарата станции Спускаемый аппарат испытывали на центрифуге Она создает трехсоткратные перегрузки Помещали в специальную барокамеру Сотни градусов и десятки атмосфер должен был выдержать посланец Земли Он не должен гореть и тонуть Станция готова к полету Который продлится четыре месяца Все эти четыре месяца Земля следила за ее полетом Для таких расстояний разработана система сверхдальней космической связи Параболические антенны ловят направленный радиосигнал Он усиливается и обрабатывается электронно-вычислительной машиной И вот аппараты передали Станция входит в плотные слои венерианской атмосферы Таким мы представляем спуск на Венеру В этот период научные приборы измеряли плотность и химический состав атмосферы Ее температуру, магнитное поле планеты и другие параметры На поверхности Венеры температура достигает 500 градусов Давление 90 атмосфер В грунте обнаружено присутствие калия, тория, урана В атмосфере есть аммиак Центр дальней космической связи регистрировал радиосигналы с Венеры Шел необычный радиорепортаж с далекой планеты Эстафету исследований Солнечной системы Приняла станция, которая должна была совершить рейс с Земля-Марс У станции свои особенности Она состоит из двух частей Одна предназначена для посадки на Марс Другая станет его искусственным спутником Здесь собраны воедино все достижения космической техники Поражает точность расчетов, которые должны привести станцию через необозримое пространство к цели Момент запуска станции выбирается с таким расчетом, чтобы условия выведения ее на траекторию и наблюдения в полете были оптимальными Такие условия соблюдаются в периоды противостояния Земли и Марса В пути проводятся коррекции Сначала станция ориентируется по двум небесным телам Например, Солнцу и Земле Затем включается двигатель Небольшой реактивный импульс И станция переходит на новую траекторию По сведениям, полученным в центре космической связи Мы представляем посадку на Марс Спускаемый аппарат раскрыл свои антенны, чтобы передавать сведения обо всем, что его окружает Сигналы принимал искусственный спутник Марса и посылал на Землю Несколько станций исследовали планету Марс Перед нами подлинный снимок марсианской поверхности, полученной с далекой планеты Фантастика? Нет Это реальность космического века Будни наших необыкновенных и удивительных дней Космическая эпопея продолжается Циолковский говорил Человечество не останется вечно на Земле Но в погоне за светом и пространством Сначала робко проникнет за пределы атмосферы А затем завоюет все околосолнечное пространство И первыми всегда будут автоматические аппараты Разведчики космоса Первенец советской космонавтики И один из современных спутников Между ними целая эпоха в освоении космоса Современные спутники, оснащенные приборами-автоматами Это настоящие летающие лаборатории Которые способны длительное время находиться в космосе И выполнять большую программу научных исследований Четвертого октября 1957 года Человечество услышало голос первого... Какие цели преследует посылка автоматических аппаратов Прежде всего это автоматы научные разведчики Они расширяют горизонт наших познаний О ближнем и дальнем космосе Первыми сообщают научные данные о ближайших к нам планетах Прокладывают дорогу в космос человеку С каждым годом возрастает народно-хозяйственное значение искусственных спутников Земли С такой в мире советского искусственного спутника Земли Началась космическая эра Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...